Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Очередное заседание муниципального совета вновь чуть не стало площадкой для реализации политических амбиций. Советники-либералы предложили принять так называемую Декларацию Объединения. В ответ шквал критики. В частности, глава фракции партии социалистов в Монсовете столицы Иван Чабан пожелал представителям либеральной партии Унирию с прокуратурой. Либералам так и не удалось изменить деловой настрой муниципальных советников. В итоге они покинули зал заседания. Как следствие, выросший коэффициент полезного действия. И все же, что удалось сделать в ходе этого заседания? Каких следует ждать перемен? Поговорим с гостями студии. С муниципальными советниками, лидером фракции партии коммунистов и беспартийной в Монсовете столицы Василием Киртоком. И муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинсовым. Здравствуйте. 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 Ну, вначале все же к идее либералов принять вот так называемую Декларацию Объединения. Вот ваша оценка этого Демарша? И отчего так яростно нужно либералам вот эта декларация? Политический пиар или может быть, не знаю, операция прикрытия каких-либо своих действий? Давайте вот с вас, Василий Афанасьевич. Ну, я на заседании дал оценку этому Демаршу. Могу повторить, может быть, несколько расширенно. Дело в том, что если говорить обо мне лично, я очень занятый человек. И остался в муниципальном совете исключительно для того, чтобы, абстрагируясь от политики, использовать мой опыт и знания на благо города Кишинева. Потому что я наблюдаю, что происходит последние 25 лет. Я очень люблю наш город. Я его считаю красивым, хорошо продуманным, перспективным. И моя задача помочь своим коллегам, помочь исполнительному руководству, используя мой опыт, все-таки исправлять те ошибки, которые были допущены на протяжении многих лет. И мы являемся категорическими противниками политизации деятельности муниципального совета и постоянно против этого выступаем. С другой стороны, мы наблюдаем за вот этой либеральной партией. Извините, что я так говорю. Какие бы направления в руководстве страной представители не брали бы этой партии, везде они только вредили. Возможно, я очень категоричен. Это ваше право, это ваше мнение. Я неопытный политик, а возможно, вообще и не политик. Но я приведу примеры. Транспорт. Значит, строительство дорог. Значит, мало дорог, значит, завершено, которые они начинали. Из-за того, что не продуманы были проекты, я привожу примеры, дорогу на Ясы, Кишинев-Ясы или Кишинев-Унгены. При этом, вместо того, чтобы привлекать к работам наши молдавские компании, которые есть у нас, они почему-то тендеры выигрывают, иностранные компании. Они потом нанимают наши молдавские компании, которые неплохо оснащены, там есть рабочие силы и техника. Их силами выполняют работы, а прибыль остается у них. Это раз. Второе. Строительные материалы, где они закупают. У нас есть отличный гранитный карьер. Мне все равно, кто им владеет. Значит, но у нас есть гранитный песчаный карьер в Касауц, где установлено современное оборудование не только по добыче, но и по дроблению, по калиброванию этого гранита. Вместо этого гранитный щебень покупается за рубежом. То есть, практически продукт, который составлял бы 100% национальный продукт, потому что его выкапываешь. Может быть, какую-то электроэнергию мы покупаем из Украины. Вместо того, чтобы давать деньги сюда, соответственно, формировать рабочие места, налоги и так далее, мы платим куда-то. Далее. Значит, система экологии. И, в частности, лесное хозяйство, которым руководит лидер фракции либералов в муниципальном совете. Я летаю часто. Последние годы, когда либералы руководят лесным хозяйством, значит, у меня сердце кровью обливается, когда мы либо взлетаем, либо садимся, и вижу наши леса, значит, где все расширяется, и расширяются участки сплошной вырубки. Что они сделали? Значит, их институт лесного хозяйства обосновал, что сплошная вырубка леса – это благо для леса. Представляете? И они сегодня вырубают по 50 гектар, по 100 гектар сразу, в то время как уровень облесения у нас в три раза ниже среднеевропейского. Всего лишь 13%, в то время как в Европе в среднем больше 30%. А в таких странах, как Чехия, к примеру, 45-46%. Далее, город Кишинев. Что они сделали с городом Кишиневом? И я вот работаю рядом с своими коллегами. В либеральной фракции есть неплохие люди, профессионалы и так далее. Но я смотрю, какие проекты решений исходят от бывшего руководства премарии и от моих коллег. Но ничего нет в пользу муниципе. Просто ничего. Александр подтвердит, он политик, я – нет. Значит, я, может быть, в этом вопросе могу быть более объективным. Хотя, извини, Александр, у него больше, может быть, опыта. Везде, за что берутся, значит, провал. Ну, близятся выборы парламентские. Знаний нет, профессионализма нет. Интерес в политике только один – решать свои вопросы. Значит, ну, в парламентах хочется. И вот они собираются, думают, 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 что же, значит, какой конек преподнести своим избирателям. И берут унире. Вы помните, да, около года назад ГИМПу, значит, поставил на флаг вот эту главную идею либеральной партии. Потому что не за что хвататься. Идей нет, профессионализма нет. Понимания, как развивать страну, нет унирия. И вот они идут вот с этой унирией, эксплуатируют этот лозунг. При этом недавно был проведен опрос в Румынии. Только 25% румын поддерживают эту идею. Румынское государство официально ее не поддерживает. Международная обстановка такова, что никто из серьезных игроков, значит, это не поддержит. Внутри республики Молдова, значит, только, я думаю, процентов 15, значит, могут поддержать унирия. И, несмотря на то, что наше братское румынское государство, значит, развивается неплохо, вот, и темпы роста, возможно, там сейчас больше. Но не проблема нам догнать, значит, может быть, и перегнать. Для этого нужна консолидация общества. Для этого люди должны верить в свою страну и в ее будущее. Но эти лозунги не дают возможности консолидировать народ. У молодежи особенно, значит, просто, значит, ну, какое-то непонимание, значит, в какой стране мы живем. Значит, будет ли она завтра или, может быть, нет. Да, возникает неверие в будущее. Если объединяться так, то давайте, значит, вообще сразу переедем в Румынию. Поэтому это вредно. Этот лозунг не имеет перспектив, значит, но в то же время он понемножку, понемножку разрушает страну. Поэтому то, что сегодня в муниципальном совете, значит, этот лозунг не поддержал, значит, не был поддержан. То, что крупнейший совет, значит, страны, местный совет принял решение не поддерживать это, это является очень важным. Значит, я думаю, что после этого, значит, никакой, значит, местный совет, значит, больше в эти игры играть не будет. Ну, будем рассчитывать на это. Александр, лидер фракции партии социалистов, Иоанн Чабанс говорил об унире из прокуратуры. О чем шла речь? Знаете, либералы давно используют такой момент, это политическая технология, как сделать из себя, из Дарина Киртаки... Сакральную жертву. Да, сакральную жертву. Почему? Потому что население, к сожалению, склонно сожалеть тому человеку, который находится в бедствующем положении, или в роли жертвы, и они вынуждены ему сочувствовать, то есть взывать на глубинные чувства. Это политическая технология, граждане должны это прекрасно понимать. Это одно. Второй момент заключается в следующем. Мы все видели в начале 90-х, как на центральных рынках, на людных местах, к людям, как правило, с неуверенной походкой, неуверенным взглядом или расстроенным чем-то подходили, я не хочу называть нацию, подходили определенные типажи, и пока ему ворошили, внушали какие-то, говорили, давай там позолоти ручку и так далее, и так далее, и их коллеги обворовывали карманы. Вот абсолютно идентичная ситуация. Пока определенному проценту граждан, последние зондажи показывают, что у НИРа поддерживают менее 10% в Республике Молдавия, те проценты, которые рисуют там чуть ли не половина населения, это абсолютное вранье. Все нормально, серьезные научные зондажи показывают менее 10%. Они пользуются симпатией к УНИРе тех граждан, для того, чтобы привлечь эти голоса, но не для того, чтобы реализовывать дела на самом деле, заявляя декларативно об УНИРе, на самом деле их желание получить свои места и обворовывать, распылывать муниципальный бюджет. Кто мешал им за 10 лет? За 10 лет у них была прекрасная возможность, имея еще исполнительного обязанности президента, ГИМПу тогда был, в 2012 году был исполнительный обязанности президента, сделать из Кишинева конфетку. Поверьте мне, о том, что многие люди, возможно, подумали, вы знаете, может быть, вот если вот Киртуака смог сделать такое с городом, может быть, действительно будем лучше, и вся республика поддержала. Вы вспомните, всегда что-то мешало. Всегда что-то мешало. Плохому танцору известно, что-то мешает постоянно в данном случае человек, который обучен... То советское наследие, то предыдущая коммунистическая власть. То камень, то еще что-то в данном случае, когда человек обучен простому шоу-бизнесу и не обучен грамотному управлению города, человек, который не любит город, он вечно будет что-то делать не так. И вот они погрязли в этой коррупции, в этом беспределе, в распиле бюджета, в распиле земельных участков, в бездумном голосовании за земельные планы, изменение градостроительных кодов. В итоге, вот они сегодня предложили на заседание объявление о 2018 году Мунире. Слава Богу, да я благодарен своим коллегам о том, что нашли в себе благоразумие, и включив этот вопрос в повестку дня, они не проголосовали. С одной аргументацией, у нас должна быть у НИРИ, вот объединение нас, горожан, и вот Республика Молдавия и так трещит по швам. Я хочу сказать, объявление у НИРИ, это значит объявление независимости ГГУ Зири. Я как на половину ГГУ, это так. Так, и ГГУ заговорили, уважаемые господа, если... И на референдуме 4 года назад проголосовали про законно-ботложенную статусе. На ГГУ Зири указан момент о том, что если страна меняет вектор направления, они имеют право на самоопределение. Нам не надо, нам нужно объединиться вместе, все молдаване, включая и ту сторону Днестра, объединиться обратно в молдавский народ и развивать город. Это еще один момент. Те люди, которые увлечены этой идеей, вот очень удобно воровать и распилывать, и всегда скидывать на социалистов, на коммунистов, еще на кого-то. Вот мы хотим у НИРИ, а видите, нам не дают. На самом деле они просто воруют. И тот факт о том, что они в знак протеста вышли с залом, возмущенные и так далее, мы покидаем зал, потому что декларация у НИРИ не была принята. И через 10 минут буквально вернулись защищать своего господина Молдавану, который человек с очень грязной репутацией, огромное количество заявлений в цена, огромное количество претензий по поводу закупок на прививок медицинского оборудования, лекарств, самое главное, строительство в детских больницах, ремонт и так далее. То есть они принялись его защищать. То есть гордость в данном случае, корыстный интерес превысил гордость, они вернули в зал для того, чтобы защищать своего сторонника. Если продолжить, в том числе и вопрос судьбы господина Молдавану, все, кто наблюдал за ходом сегодняшнего заседания муниципального совета, в частности в трансляциях нашего телеканала на сайте a-tv.md, регулярно транслируем события из столичного муниципия, наверняка наблюдали за тем, как местные избранники проголосовали за реорганизацию в мэрию путем объединения, или там слияния, объединения, или перераспределения полномочий между департаментами или управлениями. Под раздачу, если я правильно понял, попало и управление здравоохранения, руководимое Михаилом Молдаваном. Вот в чем состоит главная цель вот этой реорганизации? Хотел сказать оптимизации, но мы знаем слово оптимизации достаточно негативный оттенок. Тем не менее, вот что за всем этим стоит? Я хочу разъяснить зрителям следующий факт. Мы, повторюсь, не признаем данную администрацию, мы считаем данную экс-директор Юнифиноса незаконно занимающим пост, но реалии таковы, каковы и не есть. Это раз. Второй факт в том, что реорганизация, если она идет на благо граждан, на пополнение бюджета, облегчение оказания услуг кишиневцам и улучшение качества этих услуг, то, естественно, мы одобрим данные решения. Это является не политическим решением, они идут на благо граждан, на благо жителей. В данном случае речь идет о следующем. Вот в Кишиневе достаточно большое количество управлений, дирекций, муниципальных предприятий. Где-то порядка 14. Это управление, плюс еще дирекции, плюс муниципальные предприятия. И вот в каждой дирекции, в каждом управлении есть своя канцелярия, есть своя бухгалтерия. Ну вот Василий Фаначевский, крупный бизнесмен, он может подтвердить, я не знаю, у него большое количество предприятий, которым он руководит, я не знаю количество бухгалтеров, которые обслуживают все эти предприятия, но мы, в принципе, абсолютно согласны о том, что грамотная команда из 10 бухгалтеров, в принципе, возможно обслуживать всю премиарию, то есть все муниципальные управления и так далее. А у нас в каждом управлении есть бухгалтера, которые переставляют бумажки со стороны в сторону и так далее. Соответственно, неразумная трата денег на зарплаты, на содержание, на, может быть, какой-то софт, технику, кабинеты, занятия. Нам представляли цифру, это около 400 бухгалтеров, если не ошибаюсь, то есть в среднем по муниципию, по всем муниципальным предприятиям и управления. И задача, вот нам представили эту концепцию, мы посчитали ее разумной, мы проголосовали за объединение нескольких управлений. Это не значит, что все люди будут уволены, сотрудники, но оптимизированы некоторые структуры данных управлений. Василий Фанасьевич, вы что думаете по поводу вот такой реорганизации? Принесет повод в город? Мы также являемся сторонниками более кардинальных реформ, структуры управления. Мы считаем, что та структура, которая действует, она не оптимальна. Большое количество людей занимаются одними и тем же, дублируют свои функции. Много лишних людей, которые, являясь неплохими людьми, хорошо образованными, возможно, опытными государственными функционерами, вынуждены заполнять свое рабочее время, развивая свою фантазию. Чем бы заняться? Есть поручение начальства, работа идет. Если нет поручения начальства, надо что-то делать. И что же делать? Первое, создавать проблемы горожанам, а потом их решать. Ну, возможно, за вознаграждение. Такой интересный подход. И второе, носить бумажки из кабинета в кабинет и отнимать время у тех, у кого есть работа. Всякими разговорами. Поэтому, когда много людей, когда четко не распределены обязанности, когда дублируются функции, когда возникает пройной вред, мешают работать другим, вносят негативный элемент в работу структуры в целом. И если от этих людей что-то зависит, они создают проблемы людям. Они их не обслуживают, как следует, а постепенно бюрократизируются. Это проблема. Я считаю, что, кроме того, в структуре Примырии есть функции, которых вообще нет. То есть, существуют функции в городе, ими нужно заниматься, заниматься повседневно. К примеру, нет департамента по развитию туризма. Я уже говорил неоднократно об этом, что важнейшая задача города, столицы особенно, развивать туристическое направление. Я бывал в городах за рубежом, где значительно меньше интересных артефактов, значительно менее богатая история. Но местные власти сами придумывают туристические объекты, сами придумывают маршруты. Либеральная власть придумывает пешеходную улицу. Какая-то оленья ферма, какая-то шоколадная фабрика в два этажа, построили какой-то большой водный комплекс, еще там что-то. Ничего такого особенного. Но турист, который куда-то там приезжает, неделю заполняют. Я на секунду вас понимаю. Это очень важно. Я все-таки отвечу на этот вопрос. Поэтому, конечно, Сильвия Раду, которая является опытным менеджером, при всем, что бы мы ни говорили, это вариант значительно лучше, чем был. И системность в работе она показала. И пока что это радует. Мы не знаем, как справится этот человек с этим местом, как она справится с влиянием чиновников, которые окружают. Что мы дальше увидим. Но видно, что человек системный, в частности, сделала все возможное, при этом проявила гибкость, для того, чтобы до начала года был принят бюджет. Это достижение. Ну и наше достижение, но она здесь проявила системность. И поэтому мы, конечно, надеемся, что наша сегодня работа будет продолжена. Мы также голосовали за эти реформы, но то, что касается ликвидации подразделений, которые занимаются вопросами экологии, должны заниматься этими вопросами. Другое дело, что туда поставили людей, которые ничего в этом не понимают. Они не занимались. Четко не были прописаны их обязанности, задачи, чем они должны заниматься. И подразделения, которые должны заниматься сельским хозяйством, все-таки у нас в муниципе 55 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Там работают крестьяне, там лидеры. У них есть проблемы. Мы вот смотрим иногда решения, связанные с распределением правительством и парламентов, и минсельхозом грантов, субсидий. И там везде написано, кроме муниципия Кишинев, кроме муниципия Бельц. А что нашим крестьянам не нужно помочь? Видимо, это прелегатива уже местных властей распределить. Да, поэтому мы проголосовав за второе решение о том, чтобы эти департаменты были ликвидированы и вошли в состав других, мы настояли на том, чтобы, значит, включить пункт о том, чтобы, значит, эти функции, значит, сохранились внутри тех департаментов. Вот наши коллеги нас в этом поддержали. Ну вот ваше предложение по поводу туризма. Я почему хотел внести свою ремарку. Не так давно знакомился с статистикой туризма в странах СНГ. Среди лидеров пятерки столиц Содружества по посещаемости туристами Тбилиси, Баку, Минск. Ну и дальше там еще. Ну вот, понятно, Тбилиси, Ереван еще там есть в этой пятерке. Как раз власти, городские власти сделали все возможное для того, чтобы гости столицы, гости города чувствовали себя безопасно, комфортно, ну и очень интересно проводили время. И, в принципе, за этим туристом и едет. Надо многому учиться у турков. Вот они гениальные люди. У них море есть, и не одно. Море это одно, они берут какой-то камешек, придумывают вокруг него определенную мифологию. Вот надо найти какую-то историческую... Тогда надо учиться у Михаила Гимпу. Он тоже взял камешек, придумал мифологию. Я не про тот камешек, о том, что до этого камешка дотроялся Штефан Чалмар, если ты его обойдешь вокруг него три раза, исполнится желание. Поверьте мне, огромное количество туристов необходимо уметь это делать, проводить раскопки. Василий Фанаж в этом абсолютно прав. У нас не проводится, хотя у нас Кишинев, он населен с древнейших времен территория муниципия. Она здесь населена. Если проводить грамотные раскопки и сохранять эти раскопки, и не закапывать их обратно или разрушать, тогда, естественно, будут привлекаться туристы, смотреть, не говоря уже о винных фестивалях и других. Конечно, Александр абсолютно прав. Значит, у кого нет, значит, те придумывают. У нас есть. Мы даже не представляем себе, насколько интересно то место, на котором расположен город Кишинев и сам муниципий. Александр прав. Вокруг очень много мест, в которых хранятся артефакты древнейшей культуры в мире. В Тень-Триполе мы находимся в центре этой древней культуры. Значит, не случайно хранилища нашего музея, значит, краеведческого, археологического, как он точно называется, вы, наверное, лучше меня знаете, но я был в этих музеях, они забиты этими артефактами, которым тысячи лет. И горшки, и фибулы серебряные, и золотые монеты, и разные вещи. Вот. Этим надо просто заниматься. Значит, это то, что, значит, лежит, может быть, под землей. Значит, у нас весь город находится на подземельях. Значит, это не только каменоломные. Катакомбов. Значит, это древние подвалы. Значит, еще с домолдавских времен они находятся. С молдавских, с турецких времен. Их надо раскапывать, немножко откапывать. Значит, и превращать в туристические. Одно из таких подземелья появлялось где-то на пересечении Штефана Чалмария, армянское, я помню, когда-то строители лежали, что-то провалилось, и видно был свод, кирпичный, такой лист каменный. Конечно. Закопали. Есть вещи, которые лежат. Канализация обустроена в начале 1900-х. Была обустроена. Это тоже интересно. Это могли бы, понимаете, могли бы оставить, я извиняюсь за себя, могли бы оставить какой-то фрагмент для того, чтобы его наблюдать. Нет, его залили бетоном. Там был просто проходной тоннель. Значит, но есть вещи, которые лежат на поверхности. Западный турист, значит, избалован. Значит, уже и восточный турист избалован. Значит, они являются клиентами каких-то сетей. Либо там Мэриот, Софитель, там какой-то Кимпинский, там, значит, какой-то там Хилтон, Шеретон и так далее. То есть, они обращаются в туристический центр этой сети отелей. Значит, им организуют все, полную поездку. Значит, у нас, мы являемся уникальной столицей в Европе. У нас нет ни одного практически крупного сетевого отеля. У нас есть Рэдисон, значит, он не принадлежит сети, а там работает франшиза. Ну, она хорошо работает. Есть Рэдисон, недавно появился. Но это задача властей. Встретьтесь, значит, с владельцами этих сетей. Значит, сообщите им, что вы рады здесь приветствовать их. Значит, предложите им на выбор участки. Пусть они их купят, они сразу же купят. Предложите им поддержку. Значит, они сразу сюда придут. Значит, в Белиси, которые, значит, американцы Грузию эту нянчили там столько лет, значит, первое, что сделали, построили кучу отелей. Веревань, у которой мощнейшая диаспора, значит, в Америке, не только в Европе тоже. Значит, там несколько армян-миллиардеры, значит, они тоже помогли развиваться. Баку, это просто на нефти. Вы сами понимаете, куда эти деньги. Я в Баку был в 2003-м, потом в 2008-м году, потом, значит, по-моему, в 2005-м. Просто было видно, в 2003-й год Баку был более отстал, чем Кишинек. Сегодня там что-то не настроило. Нужна политика. Я вам скажу, что не так мало, собственно, денег в нашей стране. Значит, важно при правильной финансовой политике Национального банка, которая, значит, требует серьезных корректировок, с моей точки зрения, значит, правильно, значит, и деньги расходовать. Я считаю, что в Кишиневе пришло время построить и хорошие отели, есть средства для этого. Значит, можно построить крупные спортивные сооружения, значит, они включены в бюджет. В бюджет этого года, значит, проектирование и многофункционального спортивного комплекса следового арена на 7 тысяч зрителей и 50-метрового бассейна и стадионов больших. Потому что, когда есть проект, тогда значительно проще привлекать средства. Когда есть проект, таких вещей можно находить инвесторов, можно находить гранты, можно к правительству обращаться за финансированием. Да, понимаю. Ну, вот, кстати, о проектах. Я понимаю, что на этом заседании планировалось обсуждение и градостроительных зональных планов, зональных проектов, так называемых ПУЗов, но не состоялось. А что планировалось обсуждать? Ну, мы не дошли до этих зональных планов. Мы остановились на вопросах социальных и вопросах организации, структуры, на вопросах касаемых транспорта и всю остальную повестку касаемых земельных отношений, сдачи в аренду изменения зональных планов отправили на пересмотр ларикзимнария, так называемая, на Молдавском и закрыли заседание. То есть, следующее заседание, которое должно состояться, если ошибаюсь, 13-го, ну, постоянный комитет после этого будет собран определить точную дату. То есть, эти вопросы, возможно, будут включены. Нас не устраивало, потому что во многих данных зональных планов прошли либо формальные публичные слушания. Сегодня, кстати, были публичные слушания по поводу строительства вдоль лестницы, спуска к Комсомольскому озеру, Двале-Морилор. А, к сожалению, на мой взгляд... Там очередной жилой дом, да? Поднимают многоэтажные. Там собираются построить пять многоэтажных зданий, то есть, зданий высотой, то есть, пять подвалов вниз, плюс два портера, плюс пятиэтажное здание. То есть, та смотровая площадка недалеко от памятника Кати Одоровича, напротив Государственного университета. Если вы будете наблюдать, то можно будет стоять только вниз по лестнице. Прямо в зеленый театр, то есть, вы уже не увидите, потому что будет здание. И публичные слушания, к сожалению, были назначены тоже на 10 часов. Заседание совета было назначено на 10 часов. Мне кажется, это как-то было сделано на сознательном. Синхронно. Да. Остальные зональные планы, я считаю, нельзя их принимать и рассматривать. Мы недавно одобрили техническое задание по разработку комплексно-транспортной схемы. Вот сначала мы должны определить, где должны проходить сосуды кровеносной системы муниципи Кишинева. И после этого определять, где можно строить так, чтобы эти здания, как тромбы, не засоряли эти сосуды. И кишиневцам было удобно, комфортно и безопасно передвигаться по городу. Нет, они все равно позасовывали. Ну, к примеру, один из, я неоднократно писал и в социальных сетях, и говорил, это зональный план бывшего рынка Алешина. Там планируется построить два коммерческих этажа плюс 15 этажей. То есть, факт в том, что его представили без публичных слушаний. Обязательно процедура публичных слушаний не была соблюдена. И впервые, наверное, в истории администрации Кишинева я увидел, может быть, это было, но я не знаю об этом, я увидел особое мнение даже главного архитектора, который высказался. не был получен экологический виз, экологически необходимый санэпидемстанция не высказалась по данному поводу, и не была проведена процедура публичных слушаний. То есть, это просто, мы знаем, вот бывшая улица Алешина, Богдана, воевод, она перегружена транспортом, и такие объекты, ну, должны обязательно консультироваться. То есть, они могут быть размещены, но данные бенефицары должны представить нам, нас убедить, нас муниципальных советников расчетами о том, что те меры, которые они предпримят для улучшения дорожного трафика, они будут действенны, эффективны, и их объект не понесет себе нагрузку. Еще один мазональный план, который нам представили, ну, просто в уму не лезет, это пересечение проспекта Виадука, от начала бульвара Дача и Христоботева. Вот, если смотреть с улицы Рос, по утвержденной, пока действующей транспортной схеме, там должна была быть транспортная развязка многоуровневая, для того, чтобы те, кто двигаются с улицы Рос в сторону Христоботева наверх на Ботанику, не пересекали сложный перекресток с улицы Дачи, они должны были нырять под мост и выезжать уже возле спортивной школы, где сейчас находится Мойка. Мечта. Ну, в принципе, это несложность Твима, то есть, вот, менее километра этой дороги обустроить, но пересекать эту дорогу значительно было бы легче и облегчило бы там постоянно аварии. Вот они собираются построить дом прямо, где должна была быть дорога. Если мы разрешим своим решением изменения зонального плана, то реализовать эту транспортную развязку в будущем будет невозможно. Да, понимаю. Ну, я хочу сказать, что мы к вопросам, связанным с реализацией имущественных прав горожан, значит, относимся менее категорично, чем наши коллеги, хотя мы их позицию понимаем. Что касается, значит, пузов, значит, изменения, значит, локальными решениями, значит, каких-то, значит, городских планов, которые продуманы много лет назад, значит, на основе которой построен наш красивый, значит, любимый наш, нами город Кишинев, мы также очень осторожны. Если говорить о двух упомянутых Александром, значит, то мы полностью поддерживаем эту позицию. К этому надо быть очень внимательными, надо взвесить просто все, значит, надо взвесить трафик, значит, надо взвесить интересы горожан, которые, значит, проживают прилегающие застройки, это очень важно, значит, нужно понять, насколько выгодно городу, значит, это строительство. С чем столкнутся будущие жители? Конечно, конечно, поэтому, значит, мы здесь очень осторожны, значит, но нас очень настораживает, вот я член этой комиссии, значит, и порядок, значит, прохождения документов, связанных с реализацией имущественных прав горожан, а также с заявками на аренду, на приватизацию, там, значит, на продление аренды и так далее. И мы уже несколько запросов отправляли в соответствующий департамент, который возглавляет господин Борозан, с просьбой дать нам перечень всех дел, значит, или запросов, которые поступили, значит, в город по этим вопросам. Значит, нам не дают, говорят, что этого всего много, но мы знаем, что с 2011 года обращения, значит, не рассмотрены. Значит, я как-то не верил, значит, но когда оказалось, что с 2012 года не рассмотрено было обращение нашей компании по продлению аренды, значит, и наши коллеги либералы мне предлагали, чтобы я предложил повестку дня, там, и так далее, не надо. То есть предмет торга создавал. Есть порядок, пожалуйста, значит, этот порядок наступил только в декабре месяца прошлого года, с 2012 года, значит, а там речь шла только о продлении договора аренды. Мы платили аренду, все, потому что понимали, что у нас есть это имущественное право, и, значит, мы хорошо понимаем, наши коллеги хорошо понимают, там что-то нечисто, понимаете? Почему? Если это поступило в 2011 году, в 2012 году это не рассматривается, то, что поступило вчера, вдруг проходит мгновенно, значит, все коридоры при мурии и поступает на комиссию. Это что-то нечисто, и мы обязательно, значит, в этом разберемся. Значит, более того, значит, мы готовим проект решения, значит, на эту тему, и в ближайшее время мы его представим, но уже сейчас мы понимаем, что ключик к этому, значит, лежит в открытости, в прозрачности, и мы приняли решение, ну, по вашей инициативе о создании, значит, электронной системы, значит, в этом году в бюджет включены эти средства, значит, и наша фракция предложила, и это принято, предложение, создать электронную систему всех активов в муниципе, тогда тоже будет проще их две совместительные понимания. Мы хотим провести ревизию, что у нас есть, мы не знаем, что у нас есть на самом деле. Мы просто не знаем, да, что есть, чем владеет муниципи, поэтому, конечно, это сложные вопросы, и наши коллеги, значит, хотят, как бы, значит, насколько я понимаю, разве навсегда решить этот вопрос, и мы их в этом поддерживаем, значит, но я, как человек из бизнеса, который, значит, глубоко погружен в эти вопросы, значит, который вижу, насколько важно, значит, все эти вопросы решать быстро, и мы поддерживаем все вопросы, значит, которые соответствуют юридическим нормам. Если имеет право человек возле дома приватизировать участок, мы двумя руками за. Если имеет право продлить договор аренды, мы тоже за. Но одновременно этот вопрос надо решить. Никакой коррупции, значит, все должно быть открыто, значит, все документы должны проходить быстро, граждане должны быть качественно обслужены. Для этого премария. Организовать сервис горожан. Все. Больше ничего. Вот я как кишиневец, который наблюдает за тем, что происходит в столичной мэрии, в кабинетах, и на заседаниях оперативных, и вот муниципальных, заседания муниципальных советников, вот у меня уже давно такая идея родилась, что на заседаниях должен присутствовать, ну, понятно, одно время там был всегда представитель правительства, сейчас тоже. Прокурор. Ну, когда ты присутствовал. На каждом заседании давать свою оценку. Совершенно верно. Или пересмотр, в том числе и мне, пожалуйста, копии. Ну, вот смотрите, 18 января было заседание земельной комиссии, вот мы оба являемся представителями данной комиссии, и я случайным образом узнал в 5 часов вечера о том, что данная комиссия будет, будет исцелять рассмотрение проектов решения, получил по почте только часть проектов решения, все-таки пришел на это заседание, оказалось, на данное заседание засунули огромное количество, более 20 диспозиций, то есть, что такое продление аренды без решения муниципального совета на основании распоряжения вице-примара, то есть, соответствующего. Это позволительно, есть соответствующее решение муниципального совета в случаях, когда ничего не меняется, и когда аренда является действующей. То есть, человек знает, что у него через какое-то время заканчивается договор о аренду, и он сразу заранее подает, продлите мне, пожалуйста, я знаю, что у меня закончится. Тогда, таким образом, можно, чтобы не загружать муниципальный совет работы, комиссия подтвердилась, дает свой позитивный отзыв и предоставляет право вице-примару подписать продление договора аренды. Нет проблем, но когда договор аренды не продлен с 2010 года, и мы видим огромное количество заправок, в том числе, Портстар Петрова знаменитая, аффилированная к господину Гимпу, другие куча, то есть, более 21 проектов решений, которые закончили срок действия аренды, у них закончено, более того, у них право на этот земельный участок можно было выставить на аукцион. Тот же пузо по рынку, который был закрыт, мы не против данного объекта, но данный объект должен быть четко рассчитан. 2 февраля нам представляют на рассмотрение комиссии данный проект решения, и 2 февраля с удивительной оперативностью этот проект решения включен в повестку дня заседания муниципального совета. С 2012 ждет рассмотрение. В данном случае, когда кому-то интересно, этот проект решения рассматривается. А мы знаем, повторюсь, и Киевска, и Богдан-Воевод, и Московская проспекта Олег-Курасо, гипернагруженные улицы, они и днем, и вечером, вечером невозможно проехать. И я сегодня хочу отметить, поздравить жителей Рыжкановки по периметру улицы Киев, Олег-Курасо, Николай-Димо. К нам еще летом обращались жители с такой вот проблемой, бедой. Все те, кто стоят в пробках, автолюбители, жители города, на улице Киевской, желая срезать улицу Олег-Курасо, этот перекресток, круг, который не должен был быть, кстати, они объезжают через жилой квартал. Плюс родители, которые приезжают за детьми, и вот семь учебных заведений, включая детские сады, которые там находятся, пройти просто было невозможно. Мы провели публичное слушание, включили в бюджет определенные средства 150 тысяч на проектирование. Вот сегодня решением мы обязали управление архитектурой очутить этот проект, то есть разработать проектную документацию управления транспортом. После утверждения проектной документации, соответственно, провести все работы по благоустройству пешеходной зоны и, соответственно, ее необходимо осветить. Освещение. Да, понятно. И ограничить там передвижение транспорта. Да, и ограничить запретить транзит движения транспорта. Я поздравляю Александра с этим проектом, что ему пришло в голову его предложить. Мы с удовольствием поддержали. Спасибо большое. Хороший проект. Знаете, если бы такое было, но, я думаю, наступит, вроде бы как начинается это сотрудничество между подразделениями Примарии и Муниципальным Советом очень быстро, значит, и просто на глазах у людей все бы менялось. Исключить политику и заняться делом. И заняться делом. Василий Фанасьевич, вы кишиневец со стажем, правда? Со стажем, да. И наверняка помните те времена, когда, вот я их помню, когда нас студентов, так сказать, добровольно-принудительно, но мы это действительно делали добровольно, расставляли в столице на остановках, и мы фиксировали, сколько людей входят в это время, сколько выходят, и собирали такую статистику, которую отдавали дальше в горы с полком. в мэрию. И это как бы ложилось в основу такой логистики распределения маршрутов. Сколько нужно выгонять троллейбусов в это время, продлевать ли этот маршрут, наоборот, или, так сказать, сокращать. То есть, вот таким образом проводилась работа. И я понимаю, что эти сведения уже давно морально устарелись. Сейчас и зонирование города уже совершенно иное. Предприятие тех, которые создавали, так сказать, необходимость в перемещениях человеческих масс от своих жилых массивов к месту работы. Сегодня уже совершенно все по-другому. Но, тем не менее, ведь все равно необходимо проводить такую работу, понимать, куда, кого и сколько людей везет этот общественный транспорт. Отсюда и идет, в общем-то, распределение тех ресурсов, понимание того, сколько тебе надо троллейбусов, какие надо отремонтировать, нужно ли покупать новые автобусы или троллейбусы. Вот мне кажется, что сегодня вот в этом, в этом очень важном деле в нашей столице полностью не просто застоя, но и рахаус. И вот я так понимаю, что предлагалось и на нынешних заседаниях даже пополнить автопарк посредством сделки, или взятия в аренду каких-либо там, если можете, раскроете скобки, допустим, насколько информированы. Ну, вы начали с такой прелюдии, я продолжу. Вспомнили. Это очень важно. Знаете, хорошо, когда писатели и поэты пишут стихи, песни и романы. Это вы сейчас и журналисты. Но большая проблема, когда журналисты это нечто другое. Журналисты это человек с жизненным опытом, с широким кругозором. Он дает оценки. А когда писатели и поэты занимаются политикой, это уже проблема возникает. Поэтому это эмоциональные люди, они интересные, у них развитое воображение. И часто вот этот писательский поэтический склад ума, он начинает с отрицания. Все, что было в Советском Союзе, у нас в 90-е годы отрицали. Потом все эти фронты, либералы и так далее, все было плохо. Мы, люди, которые тогда жили, работали, были государственными руководителями, мы понимаем, что это было сложившееся государство со сложившимся науком, со сложившимся подходом. Все было продумано. Были научные институты, которые сегодня разрушают. И мы не только это делали. Мы еще стояли в местах, где планировались новые дороги, мы считали каждую единицу транспорта. Мы считали, вот если бы, например, мы проверили проектировщиков, которые проектировали реконструкцию улицы Мессажер, то мы бы спросили, покажите данные, сколько машин проезжают от Круга на Петриканской в сторону Медуниверситета по Михаеве Тязу до места поворота направо улицы Мессажер. Нету данных, я спрашивал. Сколько поворачивают машин вправо на тракторный завод? Нету таких данных. Сколько машин доезжают до перекрестка? Значит, у Медуниверситета поворачивают направо по Штефана. Сколько машин на кругу вначале с Кулянки поворачивают туда на Крянге, а сколько идут по Калешлор, а сколько поворачивают обратно на Мессажер. Сколько на перекрестке Калешлор Мессажер. И тогда можно будет понимать, значит, нужно ли нам разрушать парк и продолжать Мессажер через парк Лайзвор. Значит, я вижу, как проектировщик в прошлом, который тоже проектировал транспорт на регистратор, что не нужно это. Просто не нужно. Это нужно кому-то, кто там купил кусок парка, непонятно как. Ему нужен подъезд, потому что там кто-то хочет это купить. Поэтому вот этот научный подход очень важен. То, что решения, которые были приняты сегодня, мы их поддержали. Мы поддержали, потому что нужно решать проблемы общественного транспорта. Есть масса людей, которые им пользуются. Автобусный парк устарел. Значит, эти вопросы надо решать. другое дело, что опять наука, пока у нас городской науки вообще нет. Она разрушена, ее, наверное, надо создавать. В том числе, наверное, научное подразделение. Потому что мир стремительно меняется. Мы сегодня разрабатываем систему транспорта. Я как член этой комиссии обращал внимание, но не нашел отражения. Только было написано дичитализация или что-то такое. Мы, автомобилисты, говорим, что в 30-м году проблема беспилотного транспорта будет решена полностью в мире. Понимаете это? Я представляю, это трагедия. Это не трагедия. Это благо. Это беспилотные электромобили. Это сокращение трафика в три раза. Это экологичность. В шесть раз меньше выбросов. Значит, нет смысла иметь личные автомобили. Нажал на своем мартфоне две кнопочки, через пять минут вышел, уже стоит машина, ты сел и поехал. Это реальность. Сегодня сайт НОЙ опубликовал информацию о том, что грузовик доехал, по-моему, из Калифорнии во Флориду беспилотный. И нам надо к этому готовиться. Мы это хорошо знаем, потому что три года назад на собраниях, которые проводят все мировые производители, ничего не говорили про электротранспорт. Просто говорили, что мы будем делать. Сейчас четко... Пока мы дойдем до беспилотного движения, мы не можем организовать на Московском проспекте нормальное движение, к сожалению. Александр, будьте современнее. Уважаемые советники, времени совсем не осталось, к сожалению. Поэтому очень важно понимать тенденции, как это было когда-то, смотреть вперед и проектировать. Я вам опять привожу пример. Киртуака, который сделал этот кружочек на углу Московского проспекта и Алешина, не понимая, что он творит. Он не понимал, что творит. В Советском Союзе, когда проектировали круги, трафик считался в 10 раз больше, чем был тогда. И они хорошо понимали, что на круг надо подъехать, на него надо заехать. Надо, чтобы было время, когда машина слева становится на круг, чтобы можно было проехать нескольким машинам. И поэтому эти круги имеют диаметры в 10 раз больше, чем тот диаметр, который там... А там просто пробки из-за этого. Это все... Ну, буквально минута и эфир уже завершается. Я хочу ответить на вопрос вкратце о том, что вы сказали. Нам предложили арендовать 30 автобусов стоимостью 30 тысяч евро каждой аренда. Стоимость аренды в год каждой, это 500 евро в месяц. Получается 900 тысяч евро сумма в год. Мы задали вопрос, а зачем это делать? Если у нас есть другой проект решения был о необходимости сборки автобусов здесь, в республике Молдаев. Опять же, деньги будут в стране, а в городе... Та же румынская компания, которая предлагала нам автобусы, они частично покупали в Белоруссии, собирали у себя и пытались продавать нам. Мы отказались от этого проекта решения. 900 тысяч евро, это минимум 10 автобусов, которые мы могли купить и иметь в собственности. И опять же, вопрос возникает, сколько необходимо городу автобусов. Это вот то, о чем сказал Василий Фаначич. Необходимо четко научное изучение этого вопроса. Вот откуда взяться науки, когда в руководстве или в исполнительной власти мэрии, в общем-то, люди, которые, под чьё образование вызывают, мягко говоря, вопросы, если не грубые оценки. Спасибо Вам за этот разговор. Мы неоднократно будем, я уверен, встречаться в нашей студии, обсуждать городские проблемы, потому что, понимая то, насколько в Вашем лице вот тех народных избранников, неравнодушных проблемам кишиневцев, кишиневцы и обрели, и поэтому, мне кажется, сейчас от обсуждения можно будет сделать такой шаг, когда вот все наши обсуждения в этой студии начнут воплощаться вне её. То есть мы, проговорив о чём-либо, спустя какое-то короткое время будем с удовольствием видеть это воплощённое в камне, в дорожном покрытии, в новых автобусах, которые будут собраны в столице, руками наших граждан. Мы будем стараться, но в ответ мы бы хотели о том, чтобы граждане, вот жители города Кишинёва управляли так же инициативу, не были равнодушными к тому, что творится в Кишинёве, как минимум, хотя бы проявляя и реализуя свою волю, своё право на участие в публичных слушаниях. Ну, всё понятно. Да, да. Потому что, вот, к сожалению, вот сегодня мы посмотрели публичные слушания, пришло около 20 с лишним человек, хотя об этом заявлено было в прессе, если все люди равнодушны, что будет на общественном пространстве. Александр, вы неоднократно говорили, хочешь изменять мир, начни с себя. Спасибо вам. Да, это правильно, но в то же время я хочу обратить внимание лиц, которые управляют нашей мэрией. Мы можем, советники, призывать людей, наших избирателей к этому, но работники мэрии не должны ссылаться на людей, говорить, что они хорошие, а люди какие плохие. Они должны защитить рукава, правильно организовать эту работу и обеспечить настоящий сервис наших горожан. Вот это я задаю. Спасибо от наших телезрителей за этот разговор, мы его продолжим обязательно в других эфирах. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был лидер фракции партии коммунистов в муниципальном совете Василий Киртока и муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!